хорошенько прожужжала машинкой вот она да вот такая у нас пока получается далее я намыли это хозяйственным мылом и еще раз пройдусь машинкой и потом буду валять машинкой работали пусковым мылом и натерли так аккуратно убираем наш блокиратор так и вытаскиваем аккуратненько шаблончик не тянем шаблончик и вот так вот скидываем и теперь смотри что у нас везде корочка вот так вот буквально ну тут и дверь и 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 подносим теперь находим наш краешек и немножечко все распределяем как ли поезд оставил и подмешиваю рулони я не катала совершенно а да да эй подмешиваю 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 так так вот и 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 когда все разобрали добавляем горяченькой воды и хозяйственного мыла или какого-нибудь кускового. Промачиваем, прогреваем всю нашу раскладку. И продолжаем валять, так как мы валяли до этого. Бросаем, расправляем края и убираем лишнюю воду. Чередуем этих три процесса. И, пожалуй, вернусь уже, когда будем совсем-совсем сантиметры какие-то поклонять. И теперь в стадии формования нашей кисочки берета. Вот мы его убавили. Давайте посмотрим промежуточный этап фактуры. Мне кажется, потрясающая фактурка. Шапочка довалена. Сейчас я ее сажму в полотенчики. Наверное, даже не знаю. Вот так вот немножко катану. Мыла уже никакого нету. Просто она выплесканная горячей, в холодной воде. Вот так получается. Вот здесь, когда мы мы видим, что-то потано. Убираем полотенца. Выправляем ему козыречек. Край получился прекрасный, ровный. Проверяем все метлилим. Просто вздеваю его попова. Ну, козырек еще я буду подравнивать уже на совсем высохшей кепке. Просто под утюгом с паром. Буду его выпаривать. Сушить я ее буду вот так. Чтобы на коколе у меня сформировалась пустая зеркалка. Вот так. В таком положении я оставлю сушиться.